Великолепная семерка Автор из Ленирам читает Кэт Вилд. Часть 8. Шуга и его стоп-кран Справедливо постановив, что посуду сегодня должен мыть Джин, чтобы совсем уже его красивая физиономия не треснула от удовольствия, Шуга схватил Чимина за руку и потащил в комнату. Ему не хватило выдержки даже дверь до конца закрыть, так что Нам Джун имел сомнительное счастье наблюдать, как суровый рэпер, тяжело дыша, впечатал улыбающегося Чимина в стену поцелуем. У Чимина, кажется, все тряслось в мелкой истерике. Ему хотелось губ Шуги сразу, везде, по всему телу, и даже подумать было страшно, что рано или поздно им придется все-таки отлипнуть друг от друга. Его пальцы гладили белоснежную кожу Хёна, которая против всякой логики оказалась не холодной, а теплой и мягкой. Оставляли везде, где прикасались горячие островки пожаров. Юнгитайл карамелизовался под его руками, прижимался к Чимину все теснее, плотнее, упираясь твердой плотио его, чувствуя ответное возбуждение, такое сильное и такое взаимное. Жара в комнате нарастала. Градус требовательных поцелуев нарастал темп дыхания, нежности, замиксованной с незнакомой и даже немного пугающей страстью. И даже сама комната, кажется, разрасталась до невероятных размеров. И сам себе Чимин казался маленьким и хрупким в сильных юнгиных руках. Хён вжимал его в себя так сильно, что еще чуть-чуть будет вакуум, и их присосет друг к другу в этом безвоздушном пространстве. У Юнги пульсировало все, все температурило, и руки его как в бреду шарили по любимому телу, и он метался между разрывающей грудь нежностью и неконтролируемой напористостью. Его рука опустилась на пах Чимина, и когда чувствительные пальцы прикоснулись к теплому и твердому бугорку в его джинсах, Юнги задохнулся от восторга, понимая, что его чувства очевидно, безусловно, выпирающие, взаимные. Чимин ахнул в Шугины губы, почувствовал ладонь там, где, казалось, сейчас был сосредоточен весь он сам. Тело пронзило острое стома. Чимин подался вперед, словно отдавая себя добровольно в теплые руки Хёна. Юнги легонько сжал его, поглаживая беспорядочно, настойчиво, провел еще раз пальцами по ширинке, прикоснулся к молнии. Кажется, сердцебиение Чима кто-то добавил громкости, потому что оно вдруг стало таким гулким, почти осязаемым. Юнги ласково провел пальцами, ощущая под подушечками теплоту и напряжение под тонкой трикотажной тканью. Провел еще раз, а потом легонько сжал пальцы. Чимин рывком втянул воздух и замер, будто завис немного, и лицо его застыло в каком-то ошарашенном удивлении и удовольствии одновременно. — Чимина! — тихо позвала Юнги, выцеловывая шею мелкого, размазывая по его коже его собственное имя. — Чим! Чимин хрипло что-то выстанул и прижал голову Юнги к своей груди, расслабленный и счастливый, с капельками пота на висках, испытавший только что свой первый подаренный ему Хеном оргазм. Он провел руками по животу Юнги, опустился ниже и обвел пальчиками возбужденный бугорок. Юнги задышал часто, неглубоко. Он мечтал об этих мгновениях, долгие дни и еще более долгие ночи. А сейчас у него спирала дыхания сохла в горле и к острым, и без того ощущениям примешивался страх того, что это может закончиться. И вместе с оргазмом уйдет на вождение. Чимин, словно чувствуя нерешительность Юнги, провел рукой по выпирающему бугром в джинсах члену Хена, слегка сжал его руками, а потом, о, маленький, жестокий засранец, опустился на колени и поцеловал ткань джинсов именно в том месте, где сочилась смазка головка. А потом еще расстегнул молнию на джинсах и начал выцеловывать его через тонкую ткань боксеров. Этого оказалось слишком много для Шуги. Он кончил так пронзительно и сильно, что не сразу заметил, что вдавливает все свое тело в губы Чимина, а голову Чимина в стену. Чтобы восстановить дыхание, им потребовалось время. События минувшего дня, вся эта карусель из ненависти, признания, любви мельчишила в головах парней даже тогда, когда они бесило опустились на пол, прислонившись спинами к стене и сплели пальцы рук, сжимая их в такт какой-то странной счастливой музыки, звучавшей неслышно в их голосах в унисон с сердцебиением, отдававшим висках. У Чимина было странное состояние опьянения и безволия. Слова лезли поперед мыслей, а потому внезапно посетивший его голову вопрос, он прозвучал практически бессобственно на то соизволение. Неужели я гей? Боже мой! Как-то тягуче проговорил он. Что же теперь делать-то, а? И вид у нее был такой счастливо обреченный, словно он только что сдал себя потрохами на милость победителя. И смысл слов Намджуна внезапно дошел до Юнги во всей своей полноте. Мы в ответе за тех, кого приручили. А с другой стороны, справедливо ли решать за них? Навязывать им ту же самую участь, которую решили принять для себя? Не начни Юнги свои гейские игры, не откройся Чимин в своих переживаниях, не заради в нем сомнений и мысли и не дай ему почву для размышлений и ощущений. Кто знает, возможно, Чимин никогда бы не пришел к этому, никогда бы мысли не допустил о том, что для него возможно чувство к мужчине. В конце концов, Намджун прав. Разве вправе Юнги решать сразу за обоих? Юга повернул голову и вгляделся в лицо Чимина так пристально, будто искал в его лице что-то, что поможет ему найти силы для принятия самого важного решения в его жизни. А у Чимина голова откинута, к стенке прислонена, глаза под пепельной челкой, размокшие от пота полуприкрыты, а пухлые губы влажные и покрасневшие блестят от поцелуев. И Ушуги сердце сжалось. Заведомо понимая, что страсть, пусть очень сильно избивающая с ног любовь, а Юнги уверен, что именно она сейчас расцветает, никогда не получит права называться так, и для всего остального мира еще очень долгое время будут не более чем грязным и пошлым постыдным секретом между двумя парнями. А ведь у Чимина столько всего может быть прекрасного впереди, красивая невеста, шумная свадьба, истерика таблоидов в драке за право первого фото их первого ребенка. В конце концов, любовь, которую не стыдно показать миру. И этот искаженный возбуждением рот, пухлые губы, сложившиеся на мгновение в какую-то несвойственную им форму, это полувзгляд из-под ресниц, это тяжелое дыхание, урывками выталкивающие теплый воздух, все это ну, как-то остудило Шугу, что ли. Боже мой, что ж ты делаешь, мудак? Внезапно, очень четко в его голове отчеканил его собственный голос. Он же ребенок совсем еще. Чимин почувствовал, как переплетенные с его собственными пальцами внезапно и резко ослабили хватку. Шугу вздохнул и слегка отодвинулся. Кажется, можно было ощутить, как в комнате резко исчез витавший до этого запах секса. Будто воздух из воздушного шарика выпустили. Хиоан нерешительно пробормотал паренек. Что-то не так? Его лицо залило краской румянца. Снова. Снова это смущение, выбивающее почву из-под ног. Юнги даже передернула. Прости меня, Чимин. Хрипло или слышно пробормотал он, опуская голову. Прости. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, я много выпил. Прости. Чимин смотрел растерянно, шарил взглядом по пылающим ушам обычно бледного хена. Наверное, ты сейчас думаешь, что это ты что-то сделал не так. Проницательный как-то уж очень примеряющий заговорил Юнги. Так обычно разговаривает с буйными пьяницами, душевно больными или с неуправляемыми детьми, которых только-только удалось успокоить. Чимин все еще дышал тяжело, возбуждение все еще давило тяжестью внизу с живота, в джинсах было мокро и холодно, и сейчас это ощущение уже не казалось каким-то захватывающим или будоражащим воображением, как еще десять минут назад. Сейчас это было стыдно. Только не говори, что дело не во мне, а в тебе. Неожиданно взрослым тоном проговорил он. Ненавижу, когда так говорят. Чимин резко как-то выдохнул, скачал на ноги, вышел из комнаты. Юнги со стоном уткнулся головой в собственной колени. ему удалось вовремя остановиться, но, кажется, от этого стало только хуже. Джин, и слава богу, что ты гей. Сквозь просвет полуоткрытой двери менеджера из его комнаты видна часть кухни и часть гостиной. Видно, как Рэпмон пытается убрать со стола остатки сегодняшнего вечера. Видно, как Хасок крутится вокруг него с наушниками в ушах, то и дело цапа и старелы кусочки мяса и овощей, закидывая в рот дольки фруктов и ягодки из фруктового салата. Видно, как Шога потащил Чимина за руку в сторону спальни, и обоих на лицах было написано крупными буквами, чем конкретно они сейчас будут там заниматься. Видно, как Чунгук заерзал на диване, когда Тэхён со свойственной ему непосредственностью подошел сзади и обнял руками за шею. Видно было, как вышел из души Джин и какое у нее было при этом лицо. Он же всегда справлялся, всегда умел прятать за красивыми глазами любую бурю и любое разочарование. Но, видимо, не сегодня. Бунтаня это хорошо знает свою мамочку Джина. А потому, если Джин выходит на балкон и застывает там, обхватив плечи руками, значит, всем надо скрыться в комнатах с глаз долой и оставить нам Джуна разбираться с очередным с Агджиньим дерьмом. Тебе нужно рассказать. Осторожно подходя к Джину со спины, начал нам Джун и замолчал, ожидая реакции. Джин вздохнул и вдруг уронил голову в ладони. Чуть позже, когда, пряча за заслоняющим балконную дверь нам Джуном, Джин закуривал вторую сигарету и его голос постепенно выравнивался, потому что кольцо, сжимающее горло, потихоньку таяло. Он рассказал другу о том, что Нана, его милая розовая принцесса с детства под руководством дьявольской кузины, чтобы ее неуемная энергия вылилась наконец уже в какое-то мирное русло, все-таки ознакомилась с творчеством Бантан. И последний клип она тоже посмотрела, добавил Джин, затягиваясь. и трансляция с мамой тоже. Нам Джин опустил голову. Она ей показала и где фанфики можно почитать. Не щадил сам себя Джин, и она почитала. Профиль Джина, его взгляд устремленный в темноту, вспыхивающий огнями вывесок, резал воздух как ножом. И знаешь, что она сказала, прощаясь? Спросил он, улыбаясь как-то настолько несчастно и жалко, что к чувству сострадания примешивалось невольное чувство какого-то стыда за вот эту улыбку, такую неуместную в данной ситуацию. Нам Джин качнул головой, будто давая понять, что как-то не очень хочется это знать. Она сказала, слава богу, Джин, опа, что ты гей. А то я все время не решалась тебе сказать, как ты мне нравишься, а теперь уже и не нужно. Аж гора с плеч. Позже в комнате у Джина они сидят рядом на полу, откинувшись спинами на бортике кровати. Думаешь? Спрашивает Джин, не договаривая, потому что это и не нужно. За все эти годы они научились понимать друг друга без слов. Нам Джин кивает. Абсолютно уверен. Напиши ей, но только так, чтобы это было само собой разумеющееся. Категорическое отрицание порождает сомнение в его искренности. Она должна пропитаться твоей полной уверенностью в обратном. Понимаешь? Джин понимает не совсем. Не знает, хочет ли вообще что-то менять. Усталость наваливается такая, что проще оставить все как есть. И пусть себе думает как думает. Все равно она уедет и вряд ли когда-нибудь еще вернется. Все равно она никогда никому из своих друзей не покажет Джина на экране. Слишком тяжело будет объяснять консервативным таких щекотливых вопросах русским, почему ее парень наносит макияж и носит розовые свитера. И весь этот блядский фан-сервис будет объяснить тяжело, особенно в том мире, где она живет, и где вообще-то что-то подобное очень трудно объясняется и еще труднее понимается. Нам Джун не согласен. Он много читал и много знает. Он приводит примеры музыкантов и актеров, царей, композиторов, художников и танцовщиков. Он требует от Джина не сдаваться, хотя и понимает, что для того, чтобы Джину допрыгнуть до этого понимания, нужно взять мощный старт, как у Марио. Недостаточно разбежишься, не допрыгнешь. Понимаешь? Чунгук и его золотая экзекуция. Техену на Чунгуке наплевать. Все равно ему. Равнодушен он совсем. Никто для него Чунгук. И даже если Нуна и не впечатлила Ви, то ему уж точно очень нравятся девочки. Вон, как он на Джинову подружку из России залипал. Сначала в переносном смысле, а потом и в прямом конфетном. Так что все эти мысли Чунгукова от лукавого. С другой стороны, Чунгук все же свои мысли никому не озвучивал. Особенно Техену не озвучивал. И поэтому он имеет право думать то, что считает нужным. Чего-то тогда Техен так ведет себя. И нет бы злился. Или там свирепел, как тогда, когда Чунгук нарисовал комикс Чунгуки «Убийца лунных кроликов». Нет, не злится. И не свирепеет. Просто совершенно внимания на него не обращает. Вернее, обращает. Но как-то интерес не проявляет. Совсем. Не грубит, не отталкивает. Разговаривает по необходимости. Но больше не подходит сам. И не разговаривает о какой-нибудь ерунде сам. Только по делу. Только по работе. Чунгуку показалось, что Техен старается ему в глаза не смотреть лишний раз. И не отводит глаз вроде бы просто, видимо, ему без надобности своими омутами в Чунгука вглядываться. И что-то Чунгуку так тоскливо от этого он начинает ерзать. Не на стуле ерзать, не на кровати, не на полу в танцевальном зале, а ерзать по жизни. Бывает у Макне такое состояние. Оно примерно такое же опасное, как Макне хино нытье, но страшнее, потому что в данном случае никто не знает, как это прекратить. И сам Макне особенно не знает. И вот Чунгук ерзает уже третий день. Места себе не находит. Злится. Все футболки на сто рядов перестирал, включая хенские. Из-под кровати все запасы мусора выгреб и уничтожил без сожаления. Испорченную потекшим маркером концертную рубашку Мона, припрятываемую под матрасом, чтобы менеджеры хены пизды не дали, тихонько на заднем дворе в контейнере сжег. Раз уж не спалили и не дали. А все равно что-то не то. А тихонь вот ведь зараза. Внезапно ко всем остальным сенсорно активизировался. Хасука прям замусолил, ну честное слово. Че он с ним носится? Ну да, хобби в последнее время какой-то недопозитивный, ржет через раз, ссылки уже несколько дней не делает, даже в общем чате неохотно отписывается, ну и что? Чунгуки вон тоже ерзает не по-детски, а Чунгуки важнее внимания уделять, потому что он младшенький, сам не справится. Гук наблюдает, наблюдает за тем, как вишня за Джейхоупом таскается по пятам и не выдерживает, огрызается. Хобби сдержан, хоть и зол, спокойно так, аж зубы сводит. Фарфоровое лицо его идеальное, невозмутимо на редкость. Чунгук вообще заметил в последнее время, когда Хобби стал реже ржать и кривляться, какой тут он некрасивый, как нарисованный просто. Хобби еще и умный, потому что на первый раз косяк со стороны охреневшего в конец Чунгука оставляет без внимания, видит же, что Мак Нэши не по себе. А ну, Чунгук же не Чунгук будет, если не нарвется до конца и нарывается на подзатыльник и опять огрызается. Ээээ, Хосок, Хосок Хион невозмутимо поправляет Хобби и царственно удаляется под ручку с Техеном. Обложили Хенами со всех сторон. Беззлобно огрызается им вслед Чунгук послать и огребает еще один подзатыльник, оперативно вернувшимся для этого Хеном. За всей этой невозмутимой возмутительной картиной смотрит нам Джун с Шугой. У обоих настроение достаточно мирное, но в глазах читается, что кое-кто сегодня явно огребет, если сейчас же не возьмет себя в руки и не вспомнит про манеры. Чунгук делая вид, что ничего такого не произошло, чуть ли не насвистывая хрестоматийно лезет в холодильник за молоком, наступая при этом на ногу Шуги и пихая локтем в бок Нам Джуна, чтобы, мол, чашку подал. Нам Джун понимает, что настал час раздачи пиздюли. Аккуратно двумя пальчиками берет Мак Неху за шиворот и крайне выразительно и нежно оборачиваясь к Шуге провозглашает. Так, Юнги, пришло время сказать ребенку правду. Шуга снимает с вешалки кухонные полотенца, скручивает его жгутом, засовывает под кран, чтобы намочить как следует, а затем выдыхает своим хриплым голосом мелкому в лицо. «Чунгуке, ты не наш сын, мы тебя усыновили». Остатки гордости и смелости озвучивают мысли Мак Неху чем мозг успевает остановить язык. «Да пиздец, чей бы я был такой придурочный, мог бы еще быть, а?» И троица удаляется в сторону спальни под аккомпанемент выкриков малого в стиле «Бля, буду, хены, бес попутал!» «Я ничего такого не имел в виду!» «И, между прочим, корейское законодательство никто не отменял, а у меня дядя адвокат, кажется, для воспитательной беседы, а там кто его знает?» «Хейка, грань грань, все грань. Хейка, хейка, улетаю «Ой, грань, грань, грань». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok